Я работаю в клининговой компании. Столкнулась с такой ситуацией, что нам не оплачивают больничный и ежегодный отпуск. Подскажите, как мы можем защитить свои права? Трудовой договор на руках есть. Здесь, скорее всего, в данной ситуации речь идет о гражданскоправовом договоре, который регламентируется статьей 420 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это, прежде всего, соглашение между юридическим и физическим лицом, либо физическим лицом с физическим лицом. То есть он заключается для совершения определенных действий. Никаких гарантий в большей степени он не регламентирует. Гражданскоправовой договор необходимо отличать от трудового договора, в котором, согласно статье 57 Трудового кодекса, прописываются все необходимые гарантии для осуществления трудовых отношений. Какой совет можно дать телезрителю в данной ситуации? Согласно статье 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданскоправового договора, признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое лицо, являющее исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями, в порядке и в сроке, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Хотелось бы нашим жителям посоветовать, жителям нашего города посоветовать, чтобы при заключении трудовых отношений все-таки оформляли трудовые договоры, чтобы были записи в трудовых книжках. Только тогда можно надеяться на получение определенных гарантий. То есть это и выходные пособия, это и отпуск оплата, и оплата прежде всего больничного. Субтитры создавал DimaTorzok